Светлые гости на Светлом радио Как много прекрасных людей побывало в этой студии Как много вопросов вы могли задать С какими замечательными проектами и судьбами мы смогли познакомить вас За эти годы, когда Светлое радио «Эммануил» начало вещание сначала в Киеве Затем во Львове, в Харькове, недавно в Сумах мы зазвучали Мы благодарим Бога за то, что есть такая возможность И сегодня у нас в гостях тоже замечательный человек Прекрасная сестра в Господе, прекрасная мама, талантливая певица, хороший организатор Я хочу познакомить вас сегодня с Надеждой, Надеждой Кондратюк Здравствуйте, мне очень приятно быть сегодня с вами в эфире Я думаю, для многих уже сразу где-то в сердце прозвучала нотка, которая связана с твоим именем Потому что в эфире Светлого радио звучат песни, которые исполняешь ты, Надежда Кондратюк Которые написаны и спеты в дуэте с Василием Кондратюком И даже дети ваши звучат в эфире своими прекрасными голосочками Талантливые дети талантливой семьи Сегодня мы будем тебя еще распытывать и интересоваться, чем же ты занимаешься сейчас Я 25 лет тому назад слушала людей, которые были взрослые и думали, о чем они говорят Неужели так в жизни бывает? А бывает Я закончила консерваторию, у меня аспирантура музыкальная Вышла замуж, родила детей и перестала заниматься музыкой вообще профессионально Хотя в свое время была и лауреатом международных конкурсов, и всеукраинских Но это было такое время Ну, мое видение жизни, оно просто на каждом времени свое время И вот в консерватории самое лучшее, что со мной случилось Я встретила своего мужа Я часто так говорю, и это правда Сейчас я занимаюсь тем, чем я занимаюсь Но опять, здесь ты неоднократно повторила, что я организатор Здесь сработали мои дары Мы когда переселились 11 лет тому назад в Киев Я занималась многими вещами Я продавала картины, я работала в издательстве, я работала в магазине Я работала три года с Василием в церкви, в церкви Каферика Реннера Мы вместе там были, и после этого у меня было предложение Тогда, пять лет тому назад, обосновывался Альянс Украина Бестирот Кто-то слышал, кто-то не слышал Это такое движение организации, церквей, христианское Которое объединяет многие, сейчас уже более ста организаций Которые объединились, чтобы пробудить Украину Пробудить христианскую Украину Что детей-сирот не должно быть вообще Они не должны воспитываться в несемейной форме воспитания И, как следствие, там параллельно было проект-наставничество Просто потом получила предложение работать там Были хорошие знакомые Никогда не думала в жизни, что буду служить Или работать для детей-сирот Честно Никогда в мыслях у меня этого не было Для меня моё призвание, мои дары — это прославление Это учение, но никак не дети Проект-наставничество стал для меня частью жизни Вот эти пять лет, которые я там работаю Я стала и тренером И я очень много знаю, немного познакомилась с психологией И какие-то процессы нашей души, их надо знать Я очень много нашла сродни с Библией Ну, например, в Библии говорят, что совершенная любовь прогоняет всякий страх То есть есть любовь и есть страх Психология говорит то же самое Что в основе, в основании нами движут только две фундаментальные эмоции Это страх или любовь Самое лучшее место для ребёнка — это семья Для воспитания ребёнка Здесь я не думаю, что кто-то будет думать иначе Но есть определённые какие-то причины По каким ребёнок не может воспитываться в семье Например, по статистике, к сожалению Украинцы усыновляют девочку до пяти лет Белокурую, с голубыми глазами И такую симпатичную Если ты мальчик, тебе 14, ты зеленоглазый, у тебя чёрные волосы Это вопрос, что тебе делать И вот пять или шесть лет тому назад родилась такая идея Это не украинская идея Она, в общем, одолжена у наших соседей и других стран Когда ребёнок, который воспитывается всё-таки по каким-то причинам в коллективной форме воспитания У него появляется взрослый друг То есть, когда вам плохо, куда вы идёте? К человеку, которому вы не безразличны И он вам не безразличен Не всегда к директору за деньгами Не всегда к подруге за помадой Иногда надо кому-то прийти, поделиться и услышать Слушай, не бойся, я с тобой Хорошо, если такой человек есть Для детей это в основном родители Но если родителей нет, мы предлагаем наставника Наставник — это взрослый человек, который хочет, может, любит детей Он посещает ребёнка в том учреждении, в котором ребёнок воспитывается Будь то детский дом, или интернат, или приют Или какая-то другая форма воспитания коллективного Но он приходит туда, знакомится, стаёт взрослым, хорошим, эмоционально близким другом И продолжает своё взаимодействие с целью помочь ему адаптироваться к взрослой жизни В основном наш проект рассчитан на подростков Которым чуть больше, чем 10, 11, 12 лет И самый важный период, когда ребёнок выходит с интерната, скажем Или детского дома и попадает в взрослую жизнь Это и для семейных детей не всегда простой период Потому что взрослая жизнь, какой-то вуз или какое-то ещё учебное заведение Это всегда страшно Для этого ребёнка, который никогда не выходил за рамки вот этого учреждения Это очень страшно И очень неприятно Вот в этот период, когда наставник рядом Ребёнку есть на кого опереться Ребёнку есть с кем поговорить И ребёнок знает Я не один, у меня всё получится Светлое радио Эммануил в формате Божьей любви В Киеве, Львове, Харькове, Сумах слушайте круглосуточно через ФМ-приёмники В европейских странах через спутник Астра 4 И мобильное приложение Слушай, пока есть время Мы только что говорили о том проекте С творчеством Василия С какими-то концертами, репетициями, участиями в программах Мало того, он был Был, простите Потому что мы знаем, что в этом году мы прощались У нас были тяжёлые дни, когда и плакали, и не понимали, и радовались Потому что верим, что сейчас Василий ждёт нас всех там Просто дома, да Да, тот дом, приготовленный для нас Но вот эта нагрузка Как ты смогла всё это совместить? И какая была реакция Василия на твой отдельный путь? Ты меньше стала заниматься, наверное, его творчеством, его проектами А я ещё не сказала, что Василий — это аранжировщик Известной, популярной украинской певицы Русланы И много творческих проектов было связано с ней В светском шоу-бизнесе Кроме этого, хорошее наследие песен, прославление, поклонение У нас звучат альбомы Вот ты пошла в одну надежду Надежду Как дома? Что изменилось? Какая мудрость нужна женщине, для которой Бог открывает вот такую ответственность и нагрузку? На самом деле, у меня была честь быть женой фантастического человека Самого светлого, доброго, хорошего, красивого, нежного, любящего Это правда Но это отдельная тема, отдельная передача С тех пор, как мы поженились У нас появились дети Я была дома очень много лет Семь лет я воспитывала только наших детей Я была в полноценном декрете Семь лет Я не ходила на работу, я воспитывала детей Потом мы переехали в Киев Мне пришлось зарабатывать немного деньги Василий очень чётко научил меня разграничивать Работа — это рабочее время, домашнее время — это домашнее время Он работал много больше, чем я Иногда по 11-12 часов его не было очень часто Поездки, мы привыкши были Я из тех женщин, из тех жён, которые принимали работу своего мужа Для меня не вопрос, что мужа дома нет У меня всегда всё было чики-пики Я знаю, что иногда жёны О, ты там задерживаешься Нет, ребята, девчонки Мы для этого жёны Мы для них, они не для нас Это самое главное Это правда Василий всегда уважал мой выбор Он всегда уважал то, что я делаю, как я делаю Он всегда меня поддерживал Столько слов поддержки, как от него Если вдруг я опаздывала и говорила Знаешь, я сегодня ужин не сделаю Он сказал всегда Ты не переживай, я всё приготовлю сам Очень часто какая-то домашняя работа Например, мытьё посуды Последних два года у нас было правило Посуду моют только мужчины Ты знаешь, у нас двое детей Анна и Павел Так вот Павлу с 15 и 14 лет Он был задействован в папин проект Мужчину дома моют только мужчины Мой сын говорил Это посудомоечная машина 1984 года выпуска Вау У нас сначала даже был график Кто когда Мама Но потом оно ушло Так что Никогда у меня не было проблем Были нюансы Когда накладывались какие-то вещи важные Ну вот здесь я бы разграничивала Опять особая тема Призвания и дары Когда есть призвание от Господа От Бога И когда ты должен сделать то, что Бог тебе сказал А есть работа Но когда ты научишься это разграничивать Когда женщина будет женщиной на работе Служащим на работе А дома женой и матерью Я думаю, что всё будет хорошо Я, кстати, недавно была на женской конференции Во Львове Мы об этом с девчонками разговаривали полтора часа Ты была одним из спикеров Да, я была спикером И тема была Успешная жена, мама и служитель Как это разграничить И возможно ли это Самая важная мысль Вот если со 100% времени В каждом периоде нашей жизни Например, 60% я уделяю материнству 20 работе и 20 служению А потом дети вырастают И я могу 60% уделить служению 20 работе и 20 детей Ну, я это сейчас примерно сказала Но самое важное Никогда не будет 100% там, там и там Но есть приоритеты Наши дети подросли Поэтому я могла заниматься тем, чем я занимаюсь до сих пор Замечательно Ты знаешь, действительно Господь помогает нам проходить Трудные моменты в нашей жизни Тяжёлые скорби И как здорово, что мы об этом знаем Что Он никогда не отвернётся И Он поможет Нас слушают наверняка много женщин Среди моих знакомых Есть жёны, потерявшие Будем так говорить для мира Своих мужей Которые их ждут на небесах Но которым сейчас нелегко Есть у тебя несколько слов утешения Может быть, ты помолишься за них Меня часто спрашивают Особенно сейчас я сидела Когда готовилась к этой программе Василия, не только 5 месяцев Но как-то Для меня самое главное — это вера Вера моего Бога Больше, чем 23 года тому назад Мы вместе уверовали И я знаю, в кого мы уверовали Я знаю, как Бог был уверен Каждую минуту нашей жизни Ты знаешь, 9 лет тому назад У Василия была операция Где каждая секунда И каждая минутка Она была ценой в жизни Тогда была Мы когда-нибудь можем об этом поговорить Но поверьте мне Это была ситуация Когда можно было умереть В каждую секунду И я знаю, что Бог верен И я знаю, что сейчас Бог просто Бог не забирает Я в это не верю Бог не даёт болезней Я лично в это не верю Но просто приходит к концу Наше земное тело Как-то оно должно закончиться Утешение, не утешение Я знаю, где Василия Я знаю, чем Он жил И, честно говоря, для меня Это большой вызов Он в среду вечером Вёл прославление Есть 12-секундное видео Когда он поёт Альфа и Омега И потом в среду вечером Ему стало плохо И через 10 дней Его не стало И это для меня вызов Вызовите дальше Идти вперёд Мы в среду Разговаривали с ним И строили планы Чем мы будем заниматься И это тоже для меня Сейчас вызов Я очень хочу Этот проект поднять Но опять Надо время Подготовка Без Василия Это сложно Но это для меня звучит Как его последняя воля Честно говоря Потому что мы договорились Что мы с осени Начнём кое-какие конференции Что делать женщине В такой период Ну единственное Утешаться Богом Может быть для кого-то Это банально будет звучать Но это не банальность Бог Он есть утишитель Бог Он знает всё Бог никогда не даст Перенести большего Мы были помощниками Ещё что для себя знаю Было время Когда мы с вами Были помощниками Для прекрасных мужей Сейчас Не побоюсь этого сказать На этой земле Их нет И то время Которое Мы служили своим мужьям Мы можем отдать На служение Богу Лично я для себя Так решила То что я делала Для мужа То время Которое было Для мужа Оно будет Для моего Бога Хочу служить Хочу Быть полезной И могу помолиться Вместе с вами И пусть Просто Господь Будь Тем утешителем Которым Ты есть для меня Боже мой Просто в сердце Каждой сестры Каждой Женщины Которая потеряла Своего мужа Вернее Не потеряла А просто Он ушёл С этой земли Я верю Что он ушёл На небеса Просто Каждое сердце Будет сейчас Исцелено Оно будет наполнено Твоим миром Твоей любовью Твоём ведением Дальше Господь И просто Я знаю Что Великое множество Женщин Они Будут наполнять Землю Хвалой Для Тебя Они будут наполнять Землю Свидетельством Твоей славы Твоей силы Господь Я прошу Тебя Пусть каждое сердце Оно будет Вылечено Твоей любовью Твоим исцелением И просто будет Крепкая Крепкая В Тебе И дальше Пусть только хвала И слава Наполняет Их жизнь Аминь Светлое радио Эммануил В формате Божьей любви В Киеве Львове Харькове Сумах Слушайте Круглосуточно Через ФМ Приёмники В европейских Странах Через спутник Астра 4 И мобильное Приложение Слушай Пока есть время Ну а телезрителям Канала СНЛ И радиослушателям Светлого радио Я хочу напомнить Что в студии Светлого радио Надежда Кондратюк Я хочу поговорить Сейчас о детях Да Вот я знаю Что дети растут И Анна Тоже Скоро Как невеста Наверное Планирует Создавать свою семью И Ты знаешь Рано или поздно Это случится Когда ты ей скажешь Когда она будет В белом платье И ты скажешь Дорогая моя Вот из опыта Семейной жизни Я хочу тебе пожелать Я не знаю Сколько этих советов Потому что Очень много книг Очень много В интернете Материалов 7 советов Для счастливой Семейной жизни 25 советов 49 И так далее Можешь сейчас Для молодых Будущих Жён Посоветовать Как же Всё-таки Быть хорошей женой Классный вопрос Честно говоря Да Ты затронула Интересную тему Действительно Анна Вроде собирается Замуж Но увидим Как это будет Пусть Бог ведёт Это всё Я всегда говорю Решение за тобой Я буду высказывать За и против Всегда Наверное Самое главное Что На какой ответ Вы должны На какой вопрос Вы должны знать Для себя ответ Это Зачем я это делаю Зачем оно мне надо Для фотографий В инстаграме Это одно Для какой-то Свадебной Пышной церемонии Это второе Для всей жизни Когда я буду Отдавать Свою любовь Человеку Который Рядом Будет Всегда Со мной Я буду Его любить И Просто Будь ему Верной Женой Это третий Или просто Я его люблю Это четвёртый Но вопрос Должен быть Покрыток Ответом Можно Для кого Хотите Притворяться Но не притворяться Для себя Будут нюансы Уже через 4-5 месяцев После свадьбы Когда вы задететесь Этим вопросом А что это было Очень часто Я думаю На самом деле Это большая тема И она меня Очень сильно волнует Потому что я вижу Сколько Даже среди христианских Семей Идёт Неправильных вещей Я понимаю Что если бы мы Немножко Более откровенны Были с собой Даже поговорили До свадьбы Понимали Что нас будет ждать Что нас будет ожидать Что свадьба на самом деле Мы просто воспитаны Как золушки Знаешь сказка Золушка И тут приехал Финал это свадьба Да-да-да Это свадьба А что было А это начало Это начало Ты права Ты знаешь Что это Да И Но на самом деле Мужу Надо в жизни Две вещи Мы тут все взрослые люди Я скажу Как я думаю Первое Это уважение Если вы Не будете уважать Своего мужа Мужчина Никогда не будет Мужчиной Полноценным И нормальным И вообще востребованным И Ну И не будет Вас не будет любить мужчина Если вы его не уважаете Все Откуда взять это уважение Это десятое дело Это мы еще раз Себе пригласим Уважение И интимные отношения Если мы строим семью То нить Втрое скрученная Это духовная Душевная И физическая И тогда будет Испешная семья Ну Девчонкам Хочу пожелать Знать Ответ на вопрос Зачем мне это надо И понимать Что этого человека Я буду уважать Всю свою жизнь До этого Можно думать После этого Уже все Ну а что такое любовь Ты можешь ответить на этот вопрос Любовь это принятие В первую очередь Принятие человека Таким Каким он есть Полностью Принятие Да Любовь она Не ждет ничего Любовь как Иисус Он пришел отдать И любовь Она отдает Она отдает себя Она отдает свое время Свои мысли Она Ожидает Всего самого лучшего Ну конечно Можно вспоминать Коринтиан Да Но на самом деле Любовь это Принятие Вот когда ты принимаешь Человека полностью Таким как он есть И ничегошеньки Не хочешь в нем изменить Светлое радио Эммануил В формате Божьей любви В Киеве Львове Харькове Сумах Слушайте круглосуточно Через ФМ приемники В европейских странах Через спутник Астра 4 И мобильное приложение Слушай Пока есть время Светлое гости Светлой студии Светлого радио Надежда Рассказывалась сегодня О Надежде Так называется проект В котором она руководит Людьми Да у тебя есть Команда С которой У нас есть команда Мы больше сотрудничаем Я не совсем руководитель Я отвечаю за определенную часть Работы нашего проекта И там я руковожу Я знаю У тебя много поездок Потому что вы хотите Рассказать об этом проекте Всем-всем-всем Во всех городах Украины Чтобы это поддержали А ты можешь ответить Вот кратко Для тех Кто может быть Только сейчас К нам присоединился Будь то телезрители Канала СНЛ Или радиослушатели Светлого радио Мануил Какая миссия Какая миссия Одной надежды Самая важная миссия Это Самая важная Главная цель Чтобы у каждого ребенка Который не может По определенным причинам Воспитываться в семье Был взрослый друг Который не оставит Не бросит И проведет Самые трудные И непростые Времена переходного возраста От подростка До взрослого человека И к чему вы стремитесь? Какое видение? Стремитесь к тому Чтобы не так проект Как просто идея наставничества Она поширилась По всей Украине Если про статистику Сейчас говорить Ну это Интересно Интересно Хорошо Расскажу Около 90 тысяч детей-сирот Которые Имеют статус сироты Могу рассказать Что такое статус сироты Могу у них Да, расскажи Я не знаю Например, это ребёнок Который Или родители умерли Или родители Лишили права Заботиться о ребёнке О родительских правах Да И это только через суд Но есть Тысячи детей Даже я думаю Что их больше Чем 90 тысяч Это вот Мы говорим Приблизительно 90 тысяч детей Которые имеют статус Но В два-три раза Больше детей Которые Где-то там Номинальная мама есть Но ребёнок Всё равно Воспитывается В интернате И вот Чтобы ребёнок Не остался один Мы не можем дотянуться Из Киева К каждому ребёнку Но мы ищем людей Которые небезразличны Особенно Среди христианских конфессий Есть волонтёры Куча волонтёров Которые делают громадную работу И приходят к детям Это да Это понятно Но мы ищем людей Которые смогут быть Не просто приносить туда праздник Или какое-то весёлое действие Они смогут стать взрослым другом Мы ищем партнёров По всей Украине Сейчас было очень действительно Много поездок Наш проект взяла Вернее эту идею Не хочу даже говорить про проект Эту идею взяла Под свой патронат Марина Порошенко И вместе с офисом Уполномоченного президента По делам детей Николаем Кулебой У нас идёт сейчас Очень тесное сотрудничество Наставничество Будет, верю, в следующем году Вынесено на государственный уровень Будет узаконено Если вы понимаете Что такое родитель-усыновитель Или приёмный родитель Вот так же будет появиться Слово наставник Что есть ребёнок Будут открыты двери для наставника Да, там целая процедура Как их обучать Где их брать И тому подобные вещи Но мы к этому идём Это была наша мечта Чтобы наставничество в Украине Стало общедоступным для всех И каждый ребёнок Который не может воспитываться По определённым причинам в семье Имел взрослого наставника Хорошо Немножко статистики Немножко цифр Я тоже скажу в эфир Для тех, кто хочет поподробнее узнать О том, как связаться с Надеждой Или с этим проектом С этой идеей Вам нужно будет позвонить в Киев По телефону Код Киева 044-25-45-130 Но проще всего зайти в интернет Набрать «Одна надежда» Да, «Одна надежда» И вы получите всю необходимую информацию Мы не знаем, как отзовётся Сегодняшняя программа В сердце наших радиослушателей И телезрителей Но, возможно, кто-то приобщится И захочет поучаствовать В этом хорошем, добром деле Мы будем очень рады Мы готовы поделиться Абсолютно всей информацией Обучить всему Главная цель, чтобы детям было хорошо Семейное радио в формате Божьей любви Авторские программы Ток-шоу в прямом эфире Новости Программы для детей Молитвы И Слово Божье В Киеве Львове Харькове Сумах Можно слушать через эфирные ФМ-приёмники В европейских странах Через спутник Астра-4 По всему миру Через интернет-сайт RadioEmmanuelSvitlaya.org А также через мобильное приложение Светлого радио Слушайте сами Расскажите другим И все вместе Мы поможем Светлой волне Принести веру и радость Множеству людей Ваша поддержка Позволит Светлой волне Войти во многие дома Принести надежду Веру и радость Миллионам людей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова